Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Надо смотреть, чтобы цифры бежали там. Это занятие, которое я ввел в Потеряевке каждое воскресенье с 91-го года. Их частично записывал только Игорь Барабаш. И вот они сохранились по темам. Какое-то событие, и я на эту тему как раз проводил занятие, тематическое. 123 занятия, я их постараюсь потом поставить. Попросили, просят, говорят, люди читать не хотят сегодня, говорят, надо выставить просто, чтобы начитано было. И вот мы считаем, Никита пошел. Выговори ему. Мне не разу за 36 лет проповеди Слова Божия не пришлось слушать на эту тему ничего, нигде. Ни по радио, ни в храмах. А тема эта должна быть практически каждый день проповедуема. «Если согрешит против тебя братвой». По большому счету, братьями названы не только те, кто с нами прищищает из одной чаши, но и те, кто отлучены. А по крови Адамовой мы все братья и сестры. Чеченцы, которые нас убивают, они тоже нам братья. Один у нас отец Адам и одна мать Ева. Это Затаус говорит об этом. «Я буду прах и пепел, и он таким же будет после смерти». Лука, 17 глава. «Наблюдайте за собой. Если жеп согрешит против тебя братвой, выговори ему. И если покаяться, прости ему». Напрягайся, громче. «Что происходит на деле? Если против тебя согрешит брату, научает несколько не такому пути разрешения конфликта. Говорят, нужно ему так воздать, чтобы он уже никогда больше так не делал. Выбил, если зуб, но отрави мою голову вместе со всеми зубами». Ветхий Завет призывал к укрощению мести через воздаяние, равные меры воздаяния за зло и ущерб, причиненный тебе. Зуб за зуб, око за око, рано за рану, смерть за смерть. А вот в Новом Завете за один зуб могут уничтожить в дом в Москве 96 трупов. «И сколько же горя, и каждый с кем-то был связан, у каждого были наклонности, таланты, любовь, кровоточат все раны. А это месть, и она на этом не заканчивается. А нужно тоже было всего лишь выговорить. Но люди сегодня не терпят никаких замечаний вовсе. Вот вы тут строите православное поселение на христианских православных заповедях и благочестивых старинных русских обычаях. И то сколько труда. Как сатана мешает. Не человека, сатана. Человеку это зачем? Сатана всегда находит свои сосуды. Просчитал ли ты, если будешь враждовать против ближнего твоего, что за этим дальше будет? Чуть-чуть вперед. Вот, нисколько, сколько на земле передают, возжигаются пожаров. И многие по поджогам. Вулкан Этна начал действовать и за три минуты выбросил раскаленной лавы 3 миллиона кубометров. Так что значит наше облегчение или наша слава даже в сравнении с чем-то более отстоящим от нашего воспламененного разума. Что значит? Но главное в том, что если мы по-божьему разрешим все свои недоумения и конфликты, то мы избегаем гнева Божьей Вечности. Когда читаем жития святых, то видим, что пошло все в жизни. Пошло все в жизни. Пошло все в жизни христиан совсем по-другому принципу. Видите, пошло и пошло, но маленькая разница есть. Но я не могу кричать и одновременно интонацию держать. А, ну ладно. Так что одно что-то? Только одно. Два уже не вмещается. Ну ладно. Уча теперь так. Так. Если согрешает брат, то ты перенеси. Перенеси, перетерпи и прибегай даже к умышленной лжи, чтобы только усмирить другого и чтобы не было пожара. Лишь бы брата дорогого никак не тронуть, не сказать. А то, как вдруг он обидится. В нашем уставе деревенской общины говорится, чтобы были ревностны в исполнении правил и не допускали, чтобы и другие нарушали устав. Если кто кого обидел, то обычно так. Просыпят про себя. Что-то, может быть, обиженный по заглаза и проворщит. А чтобы точно по указанию Христа поступить, такого и не знаю. Поругаясь, товарища посудит. А заповедь очень ясна. Конкретно по нашему уставу. Не положено, чтобы скотина бродила. Оторвалась ли или вышла сама. Хозяина дома нет? Поймай, обихоть ее. Если сам не можешь, призови соседа. Не дай погибнуть ни скотине, ни огороду. А если она по полю ходит? Это уже нарушение 10 заповеди. Не пожелай чужого поля. Хозяин не поля, но хозяин быка должен найти хозяина поля и сказать. Вот такое бродило случилось. Потравил я у тебя. Пойдем, посмотрим, высчитаем, какой тебе ущерб нанес. И рассчитаешь до захождения солнца. Лошадь эту всю ночь утюжила твою пшеничку. И прости меня. Если сами не решим, то третьего пригласим. Старосту деревни Игоря Барабаша. А если это не пойдет, то есть еще и инстанция. Батюшку уведомим. Да и объявим церкви. Центр два нас лопало окаянное. Потерпи, до вечера заплачу. А то еще получше придумали. Если хозяин лошадки встал вовремя, пораньше на этот раз. Никто не видел. Скорее в руки ведро с овцом и пробрякал в него. Его зира лошадь и зашла в стайку, в гливаду. И никто не видел, если безбожник ты. Но если Бог есть и видел это, но тебе это должок. И когда думаешь, кум возвращать, но Писание не так учит нас. Но если знал, знал ты, знал и не поберегся, то тебе и расчет держать зуб. Исход 21 глава. Если волк забодает мужчину или женщину до смерти, то волк побить камнями и мясо его не есть. А хозяин волк не виноват. Но если волк подлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был, быв извещен, а всем не остерег его, а он убил мужчину или женщину, то волк побить камнями и хозяину его предать смерти. Вот так. Решение должно быть выполнено. Потому что ты знал, лошадь сорвалась раз, три раза, как у Николая воронок, пять лет и чуть не ежедневно. И он не хочет учиться, не привязывать, не скутать ему ноги. Вы говорили брату, а брат начнет кипятиться, как кипяток келяшков. Я этого своего жеребца расстреляю, я его убью. Это твое дело. Но ты лежи его в загоне и коси ему траву. Нанес... Вот так зашел, не знаю, кажется индюк или что ли там зашел, или гусь к нему. Он его убил и, кстати, принес хозяину, на, он ко мне в ограду зашел. Вот такие люди приезжали по терябку, они все уехали. Нанес жеребцом ущерб, от него бегали, потеряли время, ты и заплати, что оторвал от работы всех. Даром ничто никуда не исчезает. Телегой по деревне несется, пока деревню ударила об стол, прозлетела с телега. Оно к тебе вернется потом с лихвой. Пока еще в начале, он во зле. Брат и слушать не хочет, он потерян. Но вот пришло время, он поутих, и тогда вдвоем, втроем к нему поедите. Выговори еще раз. Когда он согрешает, то он уже на другой стороне, потерян. А когда покаяться, то ты до взауна приобрел. Он опять тебе, брат, лично ему выговори. Языком твой приобрети. Вот этим самым инструментом, который в рот пищу под язык подкладывает, теперь вырази брату твоему все несогласия с ним. Выговори ему. Если я ему выговорю, то он огорчится, может озлиться. А вот последствия на себя тут дает уже Бог. Тебе о последствиях думать как раз и не нужно. Каких брать двух или трех свидетелей? Это уже твое право. Конечно же, тех, кому ты доверяешь, а не твой обидчик. Если покаяться, то приобрел брата. Приобрел, значит, до этого, и не было уже у тебя брата этого. Священник обязан собрать, рассказать об ущербе, который нанес ему этот нахальный собрат. Я беру прямо из практики потеряевской. Относительно зловещего сказано, что не нужно за столом даже сидеть с ним. Не есть. И он бывает скачал, тут же занятие убежал домой. Первая Коринфянам, пятая глава. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Кто бы это ни был, хотя бы знакомый или родной, не говори, что он вор. Тут все перебрано по порядку и через запятую. Не приветствоваться эти правила, исполнять еретики. А вот православные ничего этого не знают. Начинается это с указания наблюдать за собою. Ты это право выговаривали другому за нарушение порядка имеешь. Можешь сказать, если своя скотина не бродит по чужим закромам. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и скажет, каюсь, прости ему. В Ветхом Завете есть такой человек, который прямо так и выговаривал, и при том не раз, и даже знатным людям призывал их к соблюдению порядка. Нам вот такого Игоря Дебунована не имею бы сюда завлечь, чтобы он подщипал бороды ослушника. Не имею, опять семь. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил за знатнейшим и начальствующим, и сказал им, выберите лихву с братьев своих, и созвал я против них большое собрание. Тринадцатая глава В те дни я видел в Иудее, что в субботу топши точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградом, смоками и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали сесное. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. Это слово выговори встречается в повелительном наклонении практически по одному разу в Ветхом Новом Завете. Посчитали. Так слово «приди» в Библии говорится 1900 раз. А выговори два раза, значит этот выстрел приравнивается как 1 к 950. Рассуждая так. «Выматерить я его могу, поджечь хату ему могу, скотину его бродящую вилами порануть могу, а выговорить нет сил». Почему? Да это же одна из заповедей Божьих, и она помогает жить в чистоте. Боятся обычно того, какая будет реакция того, какой выдаст ответ, вынесешь ли. Помолись о смирении его и о своем тем паче, чтобы не перегореть и в ответ не брякнуть такое, что будет потом дымиться годами. «Сегодня я решил конкретно каждому из вас, потеряясь, выговорить ваши обиды, которые вы наносите нашему доброму нежному уставу, а потом вы все вместе мне все вылепите. Выговорите в отместку или по любви, но предварительно, чтобы потом было все по-честному. Я сначала всегда, и вас так же сегодня спрашиваю, кто и что имеет на меня. Сразу вот здесь и облечите меня при всех. Ничего вам за это не будет. Говорите, не бойтесь. Тут не тоталитарная секта, и никто вас в обиду не даст. У нас есть люди, которые приняли крещение, но когда решалось допускать ли их, я голосовал против и давал мотивировку этому поступку своему. Вот покрестили, и вижу, что по городу шатаются, и в храм... По городу. А, по огороду шатаются. И в храм и ноги не кладет Владимир Иванович Золотов. Хотя он и больной очень. Чтобы дома за молитвой... Больной очень, очень. Чтобы дома за молитвой их застал, это вообразить невозможно. Так кого же вы обманываете? Батюшка допустил до крещения ввиду сильной болезни, но ты не помер и живешь, значит, нужно думать, как дальше жить. Болезнь оказалась не смертельной. Приезжают гости к ним, одному 17, другим 28 лет, и ни один храм ни разу ноги не положил. Вы любите говорить о любви. Где же ваша любовь, если людей к спасению не ведете? На это возражают. Так он же в Бога не верит. Когда я пошел и поговорил, то ни один гость у них не отрекается, но все признали в своей вере в Бога. Почему же не идете в храм? Так. Мнуться. Так. Мнуться. Плечами дергают и не с места. Златоуст советует драку устроить. Тащить его в храм, чтобы видно было, что ты кроткий. А когда дело касается борьбы с сатаной, то ты рушишь дьявольские крепости, влачишь в небо других. У вас нет ревности о деле спасения других. Спрашивают сегодня, какие требования к тем, кто думает поселиться потерявки в нашем с нуля строящемся поселении? Отвечаем. Верит человек в Бога и думает ли исполнять заповеди Божии и в наш устав? И если им это не нужно, то мы против их поселения. Они, эти люди, просто решают здесь свои экономические вопросы. Или жить негде, или не на что. Здесь можно жить, свиней разводят. Здесь можно жить, свиней разводят. Но эти люди все время будут стоять на левой стороне. Им не выговоришь. Одно маленькое замечание им их уже перекосоротило. Писание говорит, что если он семь раз в день обратится и скажет прости, вот тогда ей прощать должен. Но если тот ни разу еще не просил прощения, а только хамит и дерзит, а это побуждает и других, думая, что тут все позволено. Ей батюшке не раздел замечания, почему его реально собака бегает одна. Это уже бродячая собака. Наконец она получила от коня удар и он ее лишился. Теперь новую собаку уже держит на привязи. Не мне это нужно. Первый раз встречая, чтобы от удара коня собака была зашиблена так странно и погибла через болезнь долгую. Это упрек хозяину. Маленькое вроде бы дело, но вот в таких мелочах и видно наше отношение к уставу. Подумал, кто еще кроме лагеря так занимается каждое утро разбором Слова Божия. Так по многу и подробно. Поднимите руку без лукавства. Было так, что батюшка едет, а она у него бежит. И она метнулась в соседний дом, а там у них только выпустили котенка любимого. Она сразу его задавила. Сколько там было неприятностей. Зачем же? Да она никогда... Тебе не надо знать, когда. Ты должен ее держать на поводке. Нам оставил Сергей собаку, уехал ни разу, не отпустили. Да и как отпускать? Отпусти, уйди подальше от деревни километра на два, там и играю с ней. Вот вижу только одну руку глушковых. Одна рука на девять человек из их гнезда. Это уже радостно. У вас шесть ребятишек, вы плодливые, как ваши свиньи. От них и родится новое благословенное племя, настоящие христиан. А вы, кто сегодня не родив, будете в отвал спихнутой историей. Каждахаш с осенними сравнивает. Осенния-то приносит многих, и я и сравниваю. Галя, скажи, а чего ты любишь так Слово Божие? Ходила к каким-то сектантам? Не ходила? На стадионе услышала один раз, и так запала в душу. Вот как они любят Слово Бога, эти коварные, кавычки, сектанты. А наши православные, им подавают только все на церковно-славянском. Богослужения, да, кафисты терюшат. Сегодня ни один епископ, ни патриарх не просит, чтобы молились о них. Чтобы Слово Божие в России было известно, как времена апостолов, Деяние 12 глава. Слово Божие же росло и распространялось. И Слово Господне распространялось по всей стране, в Троих Силанкинце. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Ну где это в православии было? Чтобы священники это говорили. Никогда за тысячу лет. Никогда. Ну какая у нас вера-то? Она не основана на священном писании. И сегодня этого нет. Ударились опять в строительство храмов. Мы на каждом стихе Библии останавливаемся и спрашиваем себя слух. А у нас это так же? И должны ответить, ничего этого у нас нет. Мы как антихристиане, совсем новую религию какую-то там напридумали пустынники. Византийщина и обрядность. Страшно. И только бы петь, петь, петь. Это что же за состояние? Сегодня только начал читать Слово Божие. Уже вам спать надо, уже упали. А в житиях святых описывается, что никогда не позволили себе облокачиваться. Стой, падай, но нигде ни к чему не прислонись. Труд Бог чтит. И не надо учить людей, что такое православие. Достаточно показать, что Слово Божие есть истина. А это и есть истинное православие. То есть должно бы быть так. А для нас, православных, любое слово по Слову Божию, как приведение ночное, пугает нас. Тут же завопят. Не наше это, это баптистское, это не православное. Но если что-то из языческих маслениц, если колдовство, шепотки, сны, прискозульки, пророчества с желтыми жабами, котелки Серафимову на голову, вертачивое месиво в голове. Это без договорок из наших арсеналов. Чтобы ревизию-то не навести, кто же мы есть, чтобы людей не обманывать? По-первых, иерей православия не знают и не любят его, а боятся православия. А то, что натянули из Белоруссии, да из Украины, мишируют бритые образа и образины свои. Все это так и прилипло за чистое православие. Для них лишь бы человек пришел в храм. И он уже президент, или... Президент ли, или лучше сколько какой. Он уже воцерковленный, он уже верующий, патриот наш. А у нас теперь вывернулось так. Ах, ты библию читаешь? Значит, ты баптист. Самый настоящий баптист. Видите как? Это истина так. С Белой Криницы, в центрах старообрячества, приехали Устинов и Володя Долгов. И рассказывали, что там прямо сказали им, читать Библию, значит с ума сойдешь. Пытались что-то не там сделать иначе, но с тем и уехали. Откройте любое из 14 посланий апостола Павла и сравните с тем, что делается у нас. Первый Тимофей. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступай и себя спасешь, и слушаешь их тебя. Как же у нас спасать и у кого, если сам не читаешь, и значит и другому не говоришь, и тебя никто не слушает. По одному этому месту писания нам никогда не рассчитаться. Где дружинин Геннадий, который воевал против меня и против Устава? Он все подсчитывал, сколько здесь за него. Но если бы вы были настоящие верующие, то разве коммунист мог бы вас считать своими? Я вам обещал, что через год все будет по-другому. И вот нет его, все позади. То есть он внезапно инсульт, и он умер. Там внезапно. А мне пришлось претерпеть десятки, вызвав прокуратуру и милицию из-за его сексорства и клевет, и подолжи. Сейчас по-другому расклад. И снова кучкуетесь с боготступниками. Где они будут даже через год? Никого нету. Молчание предается Богу. То есть они бросили православие, перешли к баптистам, потом еще куда-то непонятно. Стали нарушать седьмую заповедь. Такую беду навели. А с ними кучковались. Молчание предается Бог. К нему не садиться в машину, не разговаривать с кулителем. И все уже прошло будет сегодня. Иоанн Златоуст говорит, что если бы мы не подавали на улице кривлякам шута, они бы пошли работать. Если бы ему не подавали на хлеб насущный, он бы свой полгектара отрабатывать начал. Выше зачитано было про Неемию. Он настал против нарушителей субботы, дня Господа, предназначенного для отдыха. У нас пшеница, а не виноград, как было тогда у Неемии. Разница невеликая. Возят снопы, у нас на машину грузят. У нас в лагере нынче искушение было такое. Клушковы сказали, что будет мороз, и надо непременно в воскресенье все помидоры собрать, иначе померзнут все до единого. Я сказал, не трогать, ибо какой мы дадим пример. Помолимся, и Бог силен немного нам сохранить. Тревога была усеявшихся слезами. Но завтра была им радость. Мороз прошел стороной. Неемию наложил руки на них. А тут только слово скажи, и уже закипятились. И он сделал выговор знатнейшему из Иудии. И сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Слава Иисусу Христу! Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на горы сей все это бедствие. Вот откуда. Откуда ИГИЛ идет, откуда вся беда, Китай на нас. Вот причина-то какая. А вы увеличиваете гнев его на Израиле, оскверняя субботу. После сего, когда осмеркалось ворота из Иерусалимских, перед субботой я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И услуг моих я оставил у ворот, услуг моих оставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. О как! Заботился! И ночевали торговцы, продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Чтобы первыми войти в рабочий день. И если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас из того времени, а они не приходили в субботу. То есть конфискую все и все. То есть это всегда было такое. Он один раз бы по торговле патриарх ударил и все. Рассыпалось бы. Ну пускай там что будет. И всегда нужно что-то делать. Пример. Когда нынче я приехал в лагерь, то Роман и Кирилл были за домовникову брата моего Павла, которому я несколько лет назад купил лошадь для работы. И Павел дал им для хозяйства эту кобылу добрую Зиру. Подошел ко мне и Кирилл сразу же и говорит, Зира уже старая кобыла. У нее зубы все истерлись. Она едва поднимается, ее нужно сдать. Я увел ее в лагерь, достал с шесть мешков овса, стали поить, водить на разные пастбища. И теперь она едва в оглобли влазит, стала толстая как бочка. За все лето я никому не позволил запрячу ее. Я слушаю, слушаю. У нее даже жеребенок есть. И он такой сытый, как колобок, зад в развал. Развал, то есть у него вот так вот, а зад, посередке ложбинка. Когда же я к Роману домой пришел, то у них жеребчик быцефал стоит. Гнилая солома перед ним, и он роется в ней. Я предупредил их, за такое мучительство будете наказаны. Брат мой оставил их, и их дядя, смотреть за ним. А они вот так обращаются с ним. Ну, ничто не помогает. Я выговорил им строго из соломы и доткнул им в лицо. Бессовестные лодыри. Обиделись, а жеребчик так и погиб у них, напоросшись на ломик. Вот так. Не имея. Я сделал за это выговор и проклинал их. И некоторых из мужей бил и рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей и не брали дочерей их за сыновей своих. Мужчина подходит, князья он брал, бил их и навел порядок. Нужно доводить до конца любое дело и выправлять порушенное. Это нелегко. Но Бог видит и помогает. Можно ли было Нееми без угроз и без рукоприкладства обойтись? Нельзя никак, ибо этот грубый народ и зловредный. Этот книжник Нееми и Ездра, они помогли нам, они собрали книги Ветхого Завета. Мы обязаны ему, как немцы лютеру. Конечно, по углам шептали, роптали на него, да разве так можно? Да это же так грубо. Повыбрасывал вещи хорошие. Нееми. Тогда мне было весьма неприятно. Я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты. В церковной комнате он так. Так освобождаются комнаты селений божьих. Так и нам нужно решительно поколотить лишнее, передать огню привычки и разные мерзости, натащенные в дома свои. Иеремия 2, статья глава. Слово моё, не подобно ли огню, говорит Господь, не подобно ли молоту разбивающему скалу. Вообразите, вот я сегодня не провожу вас занятия. Поднимите руку, чтобы кто бы пошёл меня искать и спросил бы, почему сегодня нет занятий. По совести поднимите руку. По совести. Поднимите руки. Ну как ты считаешь прямо дальше. Так, три человека, хорошо, подняли руку только трое, значит, дело Божие не умерло. Хватит и одного, чтобы семя росло. Глушкова за 15 километров каждое воскресенье всей семьи идут сюда послушать Слово Божие. А вот через дорогу живёт человек староста, церковный и никогда не придёт. Почему? Причина только одна, невозрождённость. Сам по себе человек староста прекрасный, труженик, любит жену детей своих. Выговаривал я и Жене Дьякону и никогда тоже не приходит, не нуждается вовсе этим. И дальше будет не лучше. Только и будут подыскиваться под меня лукавые люди. Вы же новые люди. Как вам надо трудиться, возрастать? Всю зиму нигде не видно человека, не выходит. Нет, оно занятие. Сначала причина, что я веду занятия. Витя стал вести, не идёт, батюшка ведёт. Нету телевизора, больше ничего нету. Выпил где-то, завалился. И если день и ночь, получая подкрепление Слова Божие, то и сатана всё развеивает. То, что говорить, если вы вновь пришедшие люди из мира, не имеющие никакого опыта духовной борьбы, и что будет, когда ничего этого получать не будете. Случай, который произошёл в первоапостольской церкви, когда Пётр, апостол, пошёл на компромисс. Главная вторая голова. Когда же Пётр пришёл в Антиохии, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Видите, как нужно делать? Я говорю, там завалился, пьяный. Я не конкретно человек, но обычно так делает. Почему его нету? Понимая правильно относительно Вселенской церкви, апостол Пётр теперь уже не уклонялся от язычников, но и за столом сидел рядом с ними. Понятно, что не просто это ему удалось, он даже нуждался в особом видении от Бога, чтобы просто пойти к язычнику, пусть даже и добрым во всех отношениях, где я не 10 глава. И сказал им, вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или справедливаться наплеменникам, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека, скверным или нечистым. Не просто это даётся ныне староверам, чтобы одни из своей посудины дали напиться к какому-то язычнику узкоглазному. Они лучше разобьют после него эту сквернённую посуду и колодец забросят, если тот туда со своим ведром лазит. Ну вот пришли к ним знатнейшие из его еврейского рода, которых он уважать быт может. Уважал быт может. Жил и боялся такого осуждения с их стороны. Когда-то это уже было с ним. Не люди вымерли ещё, и этот старый стыд припёк первоверховного, и стал он таиться от вчерашних статрапезников. Услышали апостолы и братья бывшего иудеи, что и язычники приняли слово Божие 11 глава. И когда Пётр пришёл в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Пётр же начал пересказывать им по порядку. Кто эти знатнейшие? Может быть и апостолы из 70 учеников Христа, ибо евреи остаются евреем в любом звании. Мне это понятно очень, ибо наше воспитание прошло в старообрядческой семье, и чтобы мы стали есть сегодня кратчатину, об этом и говорить не нужно, так нам противно. Хотя я знаю, что это хорошее диетическое мясо. Апостол Павел себя уже определил быть апостолом язычником, не забывая, что он всё же еврей, хотя на него уже смотрели, как на вырожденца в своём народе, и готовы были убить его не раз. Ну я вот слышу, это как-то ты считаешь, что ты эти слова заглатываешь. Вырожденца! Знатнейшие! Прям совсем непонятно, куда-то Павел перешёл границы дозволенного общественным мнением евреев, уверовавших во Христа. Эти всё ещё держались своих старых навыков. И какое наше счастье, что именно Павел, еврей такого широкого профиля, стал как один из нас. И такие нам послания написал. Павлу это непостоянство Петра было настолько не по душе, что он не наедине, но даже при всех противостал Петру апостолу и стал его упрекать, выговаривать ему. А в себе же апостол, а в себе же Павел смело мог, не кривя душой, сказать, для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных, для всех и сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Могли бы сказать в ответ Павлу, да кто ты такой? На твоей совести десятки тысяч убитых христиан, и ты ли тут возникаешь, на кого ты голос возвысил? Да этот Петр со Христом пил и ел, а ты где в это время был? Но Петр промолчал. Интересно, как превосходно, виртуозно, как величайший адвокат, это место толкует из лотоусти Иоанн, что вроде бы так, вроде бы как по договоренности эти апостолы так поступили, чтобы при всех Павел сделать Петру этот суровый упрек, выговор, а Петр снесет на удивление коротко, так что другие, те, кто еще держался за иудейские церемонии и порядки, видя, что и Петр ничего не ответил, но промолчал, то им теперь это было уроком, чтобы и они подгребались от постановлений, которые уже кончились, были не своевременны. И Варнава был увлечен этим лицемерием. Боялись же все, боялись все же они своих евреев. Варнава когда-то головой ручался за Савла, вводя его в тома к верующим после его обращения. Он был ему самый близкий человек, земляк. Но Павел и на это не посмотрел, потому что отозвавшись, однажды на голос Божий верил в свое избранничество, что Бог, как говорил он, благословил галатам. Благоволил. Благоволил. Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И он уже ни разу никогда не уступил свободы, дарованной во Христе. Ты знаешь, вот диктор, который считает, если бы так прочитал и назад, повторил слово, с него снимается зарплата. Чтобы что-то сказать где-то, сначала помолись. Что тебе будет открыто, чтобы стерца людей были приготовлены для принятия твоих слов. И тогда иди. Здесь еще раз все. и какая бы ни была реакция ответной на твое обличение, ты уже приготовься к этому исходу и благодари Бога. Просмотрите прошлогоднее. Когда был здесь же разбор у нас, и кто меня судил, кто говорил, что ничего уже не выправить, что как было, так и будет. Пусть бы теперь задним числом себя хотя бы осудили. Вспомните, как надо мной издевались судьи местные Петя и Митя. А почему так было? А почему не так? И ни одного уже нет здесь. Дым разъедающий глаза развеялся. Назревает новая конфликтная ситуация. И это разрешится так же благополучно. И только потому так будет, что мы молимся. За нас всемогущий Бог. Вот к тебе, брат мой Фавел, это слово я и говорю. К тебе все заезжают, во дворе окульки уже лежат, сгоришь и праха не будет. Днем и ночью к тебе все едут. Зачем тебе это нужно? На трезвую я свою голову спросить тебя. Эти ребята, которых Павел пустил к себе на квартиру и сам он уже отсюда уехал, а они охамели окончательно. Мне они говорят, чтобы к нам ноги не положил. Выдало и этих. Я пошел с ними на этот конфликт только из-за жеребца, которого они заморили. Ему нужно бегать, он расти должен, а он как доска дохлой стоит. Если зарезать решили, то можно продать, но вы издеваетесь над скотиной, Кири и Рома. Серахов 7,24 Есть у тебя скот, наблюдая за ним. Если полезен тебе, пусть остается у тебя. Ревности нет, значит на тебе будут пахать все демоны. В чем разница между словами выговорить, обречить, наставить? Разница есть в русском языке. Посмотрим, как поступила простая, но ревностная в Боге женщина иудив, вдова. Она услышала, как старейшины собрались и дума, и депутаты, и патриарх, и священники, и тогдашние. Собрались и решают, что если будет так-то, то откроем тогда ворота и запустим врага в город. Кто-то ей это передал, и она свое вдовье затворничество прервала, пришла и выговорила им всем, это кто вам позволил назначать Богу сроки? Шесть дней, ухватились же за шестерку-то, а Бог может быть даст избавление на шестнадцатый день. Отвечают, так нет же помощи ниоткуда, как ниоткуда, а я? Тебе издумываете нельзя из-за твоей красоты, а вот этой красотой я одержу победу. И она доставила голову главного курителя Божия и врага их, и началось ликование и полная победа. Она выговорила всем, хотя слово выговорила отсутствует в тексте. Ревность о спасении нации, ревность о спасении законов и уставов превысила всю мудрость бородатых старцев. Часто спрашивают, ну, с чего же начать-то нам-то? У нас опыта нет, капитала нет, силы нет, людей мало, с чего начать? Теперь считаю стихотворение, я подставляю своем. С чего начать, права качать? И к выходам своим переметнуться. Сначала статус, круглую печать и переплыть от родника до устья. За мамом стало, нету капитала, в долги за опытом пока что занимать, смирение перед старшими не стать нахалом, отца почтить и обиходить мать. У друга мудрого пороги истирая не своего искать по закромам. В любом вопросе доходить до края хотя бы узы, горькая тюрьма. С чего мне начинать сегодня утром в потемках запрягая скакунов? На утренней зарядке огибая хутор, в природе зрел бесплатное кино. С чего не поделили воробьи, а шметки конские носами разрывая? Пшеницы недожеванные дымятся корабли. Для каждого с подливом коровая. Это то, что после лошади оправилась. Подумал, это мы по осени дележ, претензии на критику и вклады. Плакаты агипунтов злая ложь, ни пенсии воробьям и ни зарплаты. Мне время не взнуздать несется вскачь, да лысина мне кудри выдирает. Свой опыт не в заначку, как скупердяй богач. Жизнь балансирует над бездной у края. Мне начинать вхождение в церковь, мать, творца зиждителя прославить по писанию, учиться раздавать, не только занимать, быть осторожными со свиньями и псами, опять давить претензии свои, сжигая эгоизм и самость. Барьеры пройдены, осталось напарить бессмертием душу от христовых таинств. 13 июня 2 года. Считаем дальше. Сегодня. Сегодня ни одна женщина не претендует на это. Но я подготавливаю им место. Гневу вашему. У вас тут нет никакого духовного роста. Сейчас мы уезжаем на полгода. Сегодня же начинайте вести занятия. В прошлые занятия я уже говорил, что здесь на занятиях я разрешаю записывать хотя бы на 10 магнитофонов, кому не лень. Но потом ты, Лена, уже не давай никому слушать, кроме батюшки отца и Акима. А то на занятия не выходят, но вынуждают. Выуживают. А. Ну что с тобой, Никита? Я не знаю. Что и как про них было тут сказано-то? И грозятся даже. Я что, боюсь вас или что? Были такие, ни одного нету, выдуло всех. Ходите и слушайте, пощады никому не будет. Как говорил митрополит Иона, каноны не показали пощады, и от нас ее не будет. Где самопоклонение, гордыня, где своему я кланяются как идолу, там и нет ничего, кроме рогов. Но Бог все сшибает и жизнь продолжается по нужному руслу. Накладывают обуны все свои проповеди, чтобы никому их в руки не давать. Пусть ходят все и все записывают. Тогда будут иметь право распространять мои проповеди, если я разрешу. То есть, вот как, сами приходите записывать. Они сидят дома, а потом взяли, ну, когда еще там говорили. Но зато слушать могут они, их всегда дома. Ни одной пленки больше никому не выдавать. Хранить их в сундуке, в сейфе, где и оружие храните под замком. Этим мы их приучим ходить на занятия. Вы теряете страшно много. Вы спите в храме, когда поучение там читается. Вы храпите буквально. Вспомните, когда согрешил Давид, он спал или плакал, а мочал постель свои слезами. Пророк Нафан своего любимого друга Давида, какой изобразил притчу, и потом взял меч по самую рукоятку. Тайная исповедь и уже три тысячи лет поют люди по храмам. Тайная исповедь при всем миром и люди поют по храмам. И не потерял ничего псалмопевец от такого всемирного плаща, вызванного его открытием и исповеданием греха. Обличить значит истинное облище поступку дать, неприкровенное, ибо оно прикрывается чем-то другим. А выговорить это когда просто высказать ему. Хотя бы у того были дубовые мозги, он ничего не видит и не слышит. Вот тут вижу коза бродит под чужим стеновалом и никаких мир хозяйка не святая не принимает. Нормально ли это? Сосед сказал и она тут же в ответ ваша лошадь у меня морковку съела. Безбожники и бессовестные. Только такие взаимоотношения могут иметь. Заплатил ли? Вот у меня сосед Виталий и у него свиньи вырвались и как по моей наводке ринулись за 250 метров в лагерный огород и две грядки мигом вспахали пятками катаками своими. Спорить не стали. Он мне тут же заплатил за потраву и все. Огородчик наш вдалеке и там только и было две грядки морковки посажено. Они добежали и вспахали и ушли домой. Вот до того интересно было. Чудо же это. Но по совести же надо нас учить жить. Вот свиньи вскочили проверить. Готовы ли мы проверить себя по 10 заповеди закона? Заплати и выговориться прими и ты мне брат остаешься и дальше. Второе царство. Когда была распро между домом Саула и домом Давида то Авенир поддерживал дом Саула. У Саула была наложница по имени Рицпа. Дочь Айя и вошел к ней Авенир и сказал ей и Восфей Авениру зачем ты вошел к наложнице отца моего? Авенир же сильно разгневался на слова и Восфей и сказал разве я собачья голова? Я против Иуды сказал ныне я против Иуды оказал ныне милость дому Саула отца твоего братьям его и друзьям его и не предал тебя в руки Давида а ты высыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины. То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает ему как клялся Господь Давиду так и сделаю ему в сей день отниму царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою от Дана до Версавии. Выговаривающий должен рассчитывать на последствия своего выговора. Думаю, что потомок Саула ты тысячекратно пожалел о сказанном им. Выговаривая другому, ты должен поставить в ничто все земное. А разве наши архиереи или патриарх решатся выговорить президенту или его кривретам, что не грабят народ, не платят пенсии и прочее людоедство творящим? Скажут ли? А они на тебя ополчатся, а я другого не жду. В прошлом году, когда случился конфликт, я говорил о большой буре и о тишине через год. Мало кто б верил в это, но ныне у нас великая благодарность всемогущему. Псалом 17 Я рассеиваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их. Теперь уже ясно становилось левое и правое, кто куда себя определил. Если человек не говорит на обличение каясь, то он становится для тебя язычником и мытарем. Псалом 17 А потом жена моя Анна в женских отделениях приняла шесть и посылала богатым людям, которые давали ей плату и однажды в придачу дали козленку. Когда принесли его ко мне, он начал блеять. Я ей спросил жену, откуда этот козленок, не краденый ли? Отдай его, кому он принадлежит, ибо непозволительно есть краденое. Она отвечала, это подарили мне сверхплаты, но я не поверил ей и наставил, чтобы отдала его, кому он принадлежит, и разгневался на нее. А она в ответ сказала мне, где же милостыни твои и праведные дела? Вот как все они обнаружились на тебе. Вот она ему говорит, где твои праведные дела-то? Вот как все обнаружилось на тебе. То есть ткнула его, а она слепший не видит. Это жена. В интонации можно вложить весь смысл и образовать картину. Такого упрек со стороны жены, и беды бывшие в ней что показались. Начал себе просить смерти от силы укоризмы. Вот как. Смотри, чтобы и тебе, кого укоризны, до такой тоски не довести. Девятая глава притча. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Три одиннадцать. Наказание, Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись облегчением его. Пятая глава. И ты будешь стонать после, когда плоть твое и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел постановление, и сердце мое пренебрегал облегчением, и не слушал голоса учителей моих, но пренепреклонял ухо моего к наставлениям моим. Наставникам моим. Наставникам моим. То есть, вошел к женщине, теперь элементы платить, состарился, похоть ушла. Ну почему я не слушал? Зачем я пошел под чужой подол? Десятая глава. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающие облегчение блуждают. Пятнадцатая глава. Злое наказание уклоняющимся от пути, а ненавидящие облегчение погибнет. Розги облегчения дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Тогда не было того, что если виноват знатный или несовершеннолетний, то ему бы нарушения срок сходили. Читал, как один первосвященник, беседуя с прокуратором, подошел к тому ближе положенных по инструкции полтора метра, и слюна этого язычника попала на одежду первосвященника. Суд тут же вынес решение на сорок палок без одной, и в этот день, получив положенное, он пошел править свою службу по вечернице. По вечернице. По вечернице. А кто порол его, первосвятителя? Он-то думал ли, что потом может быть с ним? Похоже, и думать не нужно было, он просто был при исполнении служебных обязанностей. Здесь же одно слово не успеешь сказать, и уже тебе в ответ ухожу в московскую патриархию. Это главный козырь у всех нечестицов. Ухожу в бездну, в никуда. Проще сказать, в ад. Если бы патриархия сегодня ввела соборные правила эпитемии, то от нее бы посыпалась церковная полнота капрановская. Все понимают под словом московской патриархии весь этот разврат, который совершается всюду. Все это дозволено, и всех будут хоть бы и сегодня причащать. Не случайно ли митрополита Кирилла центральной печати кричит не иначе, как митрополит Курил. Каждая шестая папироса в России идет через патриархию, как гуманитарка для нее запада. Живет на таких гнусных поддуваниях, а других обзываются зарубежниками. Тысячи тонн спирта и все оправдано строительством храмов, которые никогда никому не были нужны. 57 тысяч храмов порушили при коммунистах и только, только дали вздохнуть. Спешить бы к народу с Евангелем, а не опять за свое. Храмы, храмы строить, скорее побольше. Да по заковырести, да колокола. Язычество под видом веры пропагандируется в патриархии. Выгони из храмов и не знают, что делать, Сирахов. Бывает обречение, но не вовремя, и бывает, что иной молчит, и он благоразумен. Вспомните рассказ Казакильева-Толстого. Когда приходит один из дворян городских свататься. Когда у той прежней друг погиб и получил этот бесчувственный кличку «Постылый, уходи». И так было не во время сватовства и погубился. Угощение и подарки ослеплят глаза мудрых и как бы узда в устах отвращает обличение. Отца-то глава. Если он тебя на своей машине подвозил или ты у него занимаешь деньги и тут тебе время преподнести ему обличение, то результат прогнозируется такой, что и подумаешь, говорит ли свое обличение или придержать. Тут случай вчера у нас по этой теме произошел. Из Барнаула послали к нам картонный ящичек с чем-то. Проходит день за днем и не приходит никто с подарками. Надежда Павловна Егоренко, наш комендант, озаботилась о нас. Но где же посыльный? И вдруг неверующий розедовский в кустах находит этот наш ящик и передает нашему же Плотникову. И тут оказывается следующее. Этот посыльный не был ни кем встречен с поезда. И он этот ящик весом 5 килограмм 700 грамм. Для него 20-летнего парня накануне его службы в армии это кажется чрезвычайно тяжелым. Он сует его в кусты и на этом все. Это даже и объяснить невозможно. А что у тебя такого никогда с тобой не было? Это уже они мне на засыпку вопрос подкидывают. Мне уже 61-й год и я не знаю как это может сделаться. Если бы был тяжелый груз и меня бы не встретили к слову сказать я один возил по 16 мест больших магнитофонов и с пересадкой иногда пути еще и я ни разу не нанял грузчиков. Павел брат из Москвы привез телку за 3700 рублей чтобы породистую иметь корову себе. И за неделю он не вспомнил что бросил в кустах посылку. У меня было такое у меня было такое не такое что приходилось прятать в кустах травой завалил а потом путем как я дотащил здесь же во дворе своя машина и даже не вспомнил ни разу какое же это отношение к делу брат мой Костя Бог отнял разум и совесть почему только потому что со злоречивыми со злыми за одним столом садишься со своим братом Сашей с которым в одной бы комнате не жил что там в ящике было если яблоки то и не погнили письма их перечитали чужие люди сказал посыльный что веревочка не держит но оказалось что веревочка держит 40 килограмм я бы выговорил угощение подарка оступит глаза мудрых и как бы в устах отвращает обличение дальше то что покаяния никакого нет и по сей день принимаю теперь уже я сам контрмеры какие чтобы ничего ему не доверяли и не посылали его брат Саша еще лучше отчудил Зоя Диянова посылает с ним для глухонемых и ею переписанную всю божественную службу крупными цветными фломастерами целый портфель он и портфель забыл в огоне этот труд нескольких лет заплатил ли он и не подумал погубив труд святого дела когда я увидел этот благословенный труд то взял его еще это дело было еще это дело было до потери его и тайно отсирокопировал в большой организации в два экземпляра теперь осталось его несколько раскрасить остались только раскрасить только раскрасить и ни записки не было в портфеле и ни разу в Кулунду не сделали запрос может там лежит никому не нужное сокровище это а когда в его машину залезли дети барабаши играли то он их оттуда шарахнул потому что это его личная машина таково же и окончание ваших жизней то есть конченный чем полностью разложился потерял веру и ушел ты меня уже потерял по крайней мере с посылками и я напишу в общину чтобы с тобой никогда ничего не посылали пока не справишься и останется одно ухожу в московскую патриархию если в малом был неверен то большим опасно доверять а если бы это была с деньгами шляпная коробка как у Камо когда он вез Ульянову в Финляндию после убийства казаков тебя бы расстреляли с Малиновским или задушили с Гапоном никакие твои высшие образования тут не вспомогают потому что проказа греха съедает все по совести мы оказываемся низшие Сирахова в сверхглавах ненавидящее облегчение идет по следам грешника а боящийся Господа обратится сердце Библия говорит об ответственности когда тебе такое дело доверили если плен избежал или порученный твоей охране то вместо него меч пройдет по твоей шее 3 царство когда раб твой занялся теми и другими делами его не стало и сказал ему царь Израильский таков тебе и приговор ты сам решил какие же это пограничники если 1600 боевиков проникли в сопредельное государство а теперь наши солдатики там гибнут и гибнут Сталин бы всех нашел на вахте не спал бы когда наши переезжали из Фрунзе то вышли они на перрон я несколько раз спросил Ирину не забыла ли что в вагоне сестру свою с мамой ехала но когда по поезду ехал то они вспомнили что в другом купе еще три сумки были и там благословенные иконы еще от родителей я тут же линейный отдел и поезд еще не пришел на Вакузнецк а там уже ждут сотрудники милиции но человек тот сошел раньше и унес сумку ее нашли казашку ей нашли ей наши идолы не нужны и она все прислала обратно а Саша Дмуха даже ни разу не позвонил ни в отдел ни в Барнауле не сходил страшно и у Бога все это подсчитано и твоему труду придет крах где-то этот человек давно должен был повесить на себе афишу ко мне не подходите я опасный и еще я вел занятия по слову Божьего в отделах милиции и так они сработали оперативно начальник уголовного розыска тут же мне это отсюда прислали бумагу твое уже здесь добром возвращается где-то жалобы на разбой милиции а от меня и благодарность сырах от 33 вот эти иконы эту нашли и она в другом месте слезла казашка все нашли и вернули все и сумки вернули и все и при том в течение двух дней примерно милиция умеет работать я сидел с преступником она говорит я воровал тут 5 лет назад говорит поехал вышел там папиросы купить и тут же арестовали это яма преступники просто ненавидят Барнаул здесь работают ну в то время когда я говорил дальше человек грешный уклоняется от обличения находит извинения согласно желанию своему так и здесь человек уже покидает храм не идет на исповедь не получает силу жизни от тела и крови христовых это уже смерть такое может глаголать внутри меня Христос живет почему я должен кому-то подчиняться я напрямую со Христом говорю нет дорогой обманщик ничего там нет кроме трухи и вони где нет духа Божия духа смирения и покорности церкви там туман зловония цераха 20 глава гораздо лучше обличить нежели средица тайна и обличаемый наедине предостережется от вреда и не думай о том что он тебе может сказать в ответ да кто ты такой да что ты меня учишь да пошел ты но ты не просчитывай на переживание такого характера за эту заботу Бог берет на себя ибо он повелевает и дает силу по идее скажи и детей нужно к этому же приучить как такой урок преподать наглядно им чтобы это запомнилось у нас в лагере вдруг появился ежик неизвестно откуда его занесло включает практика и показано практике как это он избрал за теле место мы посмотрели где он ночует и видно его лежащего стали каждый день ставить ему туда молоко яблочки и прочее злакомое для него и однажды вижу что доски разбросаны и ежик исчез стали подозревать кошку какая-то ходила черная к лагерю в ночное время пошел и предупредил Виталия если это твоя кошка то придержи ее дня два нам нужно обнаружить кто погубил нашего ежика но молоко продолжали ставить изо дня в день молоко исчезает какое же лицо виловых и следов нет я посыпал мокрым песком и пеплом древесным чтобы по следам определить кто же тут хозяйничает боязно было ставить и капкан потому что мы не были уверены что ежика нет в живых а если он сам и попада попадется ему ножку отломит стали читать литературу с детьми про ежей и голосовать ставят ли капкан один примерно процент был за то что ежик жив но это для ежика был бы шанс выжить так до осени и не узнали и оставили молочка почему-то конфликт они возрастили и не с соседями и с ежиком на кухне ласточка свыгла гнездом но бродящий лесной кот ночью съел ее у нас был тараург весь день в лагере как вторая ласточка все плакала и искала ее и кота мы ликвидировали как террориста это тоже был урок жесткий но необходимый потому что мы люди и с нами нельзя разговаривать с возницей подлости взрывов и поджогов выговор это всегда устно от слова говорить который пролипомянул когда он говорил ему царь отстречал ради советникам царским поставили тебя перестань чтобы не убили тебя и перестал пророк сказав знаю что решил Бог погубить тебя потому что ты не сделал сие и не слушаешь совета моего у пустынников пошло это не по евангельскому пути примеры такие пишут у одного монаха была близкая дружба с женщиной которая утешала его в одиночестве и братья наконец решили прекратить это раздолье на две косы но их опередил епископ и когда братья уже приступили к еле к отшельнику епископ видя подолы с подбочки развеселую и бездетную не выдал но распустил полы рясы все в наборчику и монахи не нашли ее и это говорится как пример великой мудрости которую философиалист если же кто не послушает слово вашего всем послания то вы имейте на замечании и не сообщайте с ним чтобы устыдить его это о тех кто не хочет работать тут муж и жена из Одессы приезжали потеряя Коломиченко сам Олег трудяга от Тани начал обродить по деревне кто что даст ей ей и выговаривал она там не лучше в домах техпила ее заливали осуждением и она восстала но пришлось им бежать отсюда но теперь ее разве помнят эти соседи наши через дорогу молятся об ее душе такие люди разового пользования а дальше их душа покинута апостол Павел не говорит что отступитесь от них кто работать не хочет но имейте их на замечание чтобы их устыдить а эта шатоха обродила по домам и ее никто не облегчал кроме меня и не сообщайте с ним никто не лезь ни в дом его ни к себе не приглашай ни не пускай слово замечание встречается в Библии только один раз это какой-то железобетонный столб на тысячелетие так и стоит и этого вполне достаточно чтобы нас устыдить когда мы по-другому обращаемся с лодорями в житиях святых есть такой случай интересно они приехали сюда вот за стенкой у меня были я дал флягу вода заходят наши а парнишка стоит рядом фляга открыта он стоит и сверху флягу писает ну вообще вещь неслыханная приехали в Потеряевку а там начали мне ее там брать или кто звонить с Одессы кого вы приняли портовая проститутка это то другое зачем мне судить мы уже приняли ее и вот я написал что ей нужно делать дал ей записку она в карман положила шевелит рукой я говорю тебе прочитайте что она в кармане задрала на мелкие кусочки одной рукой когда уехали сказали он поступил в университет юридически чтобы добраться до Лапкина и отомстить она тут милицию тут подняла ну приехали ничего нигде нет ничего у них не брали их кормили поили и вот такую пакость на нас навешали дальше апостол Павел не говори что отступитесь к них кто работать не желает но имейте их на замечании дальше дальше 5 мая внизу Арсений Великий да когда он заболел то захотелось ему бульончику и закололи козленка бывший пастух соблазнился видя что такой подвижник так пользуется жарким жарким ему разъяснили что его соблазн был неуместен ибо этот Арсений был когда-то отцом императоров их воспитатель выше его должности в государстве не было и для него козленок этот не роскошь а ты тут после своей трудной работы до монашества которую не нес отдыхаешь как сам говоришь такой выговор не к месту получился поочтите слова выговорить в книге симфония на жития святых мне нравится очень сильно поведение Иеронима Стридонского когда он писал обличительные письма о непорядках в церкви и он много трубил обещественно поведение священства это называется о нравственности священства написал он его упрекали и даже самые близкие друзья сегодня никто и не знает их любителей тишины но сегодня знаем только Иеронима даже язычники переписывали от руки все друзья от него отвернулись он показал что внутри делается какие священники лютые волки а он Иероним Стридонский в западной части церкви это как у нас златоуст очень почитаемый перевел вульгата библию на понятный латинский язык выговорить сегодня нужно было бы всем священникам архиереям и патриарху что же не сравнивает то что происходит на нашем богослужении как было у апостолов пришел бы Павел апостол из старца и мог бы под стояв порога сказать а что это за вера а если бы он пришел к баптистам то сразу бы и признал их служение похоже на свое не зову к сектантам но призываю к честному подходу и правильному рассмотрению предложенного нам ответа когда нас будут вопрошать по писанию так ли у вас так и написано в слове Божие Лука 10 глава он же сказал ему в законе что написано как читаешь и так по всему что есть у нас начиная с вешалки как в театре и на вопрос в законе что написано как читаешь все вопрос ты пропускаешь слова слова все не читаешь и на все вопрос в законе что написано как читаешь начнем ли через порог ходить в храм и тут же точки торговые под одной крышей и на церковной же территории эта беда прилепилась как будто мы никогда не читали в слове Христа Бога живого Марк 11 глава не позволял чтобы пронес через храм какую-либо вещь вот как тут же уже выговором не обошелся и Господь но порог хракоборов церковных их свечные ящики полетели с грохотом рубили рубли посыпались прочь не чистые свечи из нефтепродуктов стеариновые а не восковые и восковые и восковые хотя слово Божие постоянно повторяет слово чистое не чистое напоминаю нам это 624 раза во всей Библии но нашему темечку и это непродолбаемо нам же тугрики нужно выкачивать из переходящих через порог церковный и так запросто их уже не выпускать пока не опустошат их карманы вот где есть самый настоящий разбой гробеж идет Иеремия 7 глава не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей над которым наречено имя мое вот я видел это говорит Господь Матфея 21 глава и говорил им написано дома и дома молитвы наречется а вы сделали бы вертепом разбойника и если бы Библия стояла на престоле сознания православных и была бы ревность в душах по слову Божьей то каждый бы подходя тут же и вопросил бы в законе что написано как считаешь а у нас теперь эти разбойные торговки с таким важным видом сидят им раскланиваются покупатели и батюшки после службы спеша заглянуть к ним и там шепчутся с ними сам не раз видел время службы входящих туда иереев когда торгашиха тут же и шторочку на окна плотную светомаскировочную чтобы не засветиться а это во время богослужения допустимый бы такой у сектантов а нужно бы тут же постучать к ним и брякнуть показав Библию на том месте где написано в законе что написано как читаешь тот облагочинный и седовласный возрится на тебя волком лютым тут же и за телефон засядет чтобы вызвать милицию или психиатрии Деяние 20 глава 29 стих ибо знаю что от чести мы ведут к вам лютые волки нещадящие стадо и уже не ты а он тебе будет показывать не на канон что если огорчишь его то не будет тебе прощения ни в 7 веки ни в будущем ни уполномоченного ни в КГБ укор тебя за невоспитан за несоблюдение этикета за нарушение стройного хода богослужения ибо все что видим в храме это уже освящено традицией и корнями глубоко русского народного творчества а вновь приходящие они что разве они читали как написано в законе и все что не видят здесь все это преподносится как законосуществующее как святое как то что нужно только поддерживать и сохранять выговори ка это легендарному нарушителю всех канонов соборных кто и забыл про них ему бы соблюсти все таким как оно было и есть и вовеки да будет на пользу живота пресмертного его он легендарно на 50 лет вперед убил веру на Алтае никто не слышал про веру евангельскую это был благочинный такой Войтович отец Николай Павлович рано или поздно все таки им придется заглянуть слово Божие начать это нужно с богослужения вот вечернее стояние окончилось вспомянули всех живых и умерших пропели все уже пора бы твердо аминь проговорить но слова придите поклонимся и снова да уже столько раз приходили пора бы и Библию открыть хотя бы на полчаса до посетения но Христа испитие живого источника воды текущей в жизнь вечную и ни конца ни края стояния этим катавасием понапридумывали добавили добавляли веками и теперь заодно богослужение пытается каждый раз пройти всю Библию в образах и тенях нет положено намолотить 50 тысяч слов и гонят это бездумно никто не понимает что там наложено повторяю уже не раз как рассказывал мне благочинный красноярского края Бурдин отец Александр когда прошел уже месяц как он попал на служение к пятидесятникам а он все еще охает да как они молятся со слезами как они верят глубоко какие они все посмотрите как мы верим в законе что написано как читаешь подхожу к архиепископу Гедеону до Кукину чем бы я мог в церкви послужить ты в церковь ходишь ходи ходи все тут не таланты мне не нужны не Библия а как было в апостольские времена вот Павел подошел в иудейскую синагогу и к нему тут же подослали еврея и заговорили деяния после чтения законных пророков начальника синагоги послали сказать им мы же братья если у вас есть слово наставление к народу говорите я только вошел в собрание к баптистам в Тбилиси мой сопровождающий гид новым израилевич подошел к пресвитеру Гоге и тот уже склонился и ко мне идет и спрашивает скажите слово я так много про вас слышал поделитесь с нами и два часа у них мне пришлось излагать учения православных тут же подошел баптист из дагестанского собрания и еще один пресвитер из русского собрания да разве мыслимо так и было в Харькове в Таллине в Москве в Риге и в других городах спустя один день получилось приехал восемь часов говорил только восемь часов а что у нас здесь родственники приехали к вам никого в храм не пригласили вы выговор вам у вас староста церковный ничего не делает по устройству храма и за порядком вообще не смотрит зачем он вам такой нужно немедленно менять его а вам выговор что до сих пор не сделали вам видимо нравится это мертвое царство мертвецов или будете его или будите его или меняете услышит он это мое слово и опять дуться будет изберите на это место Игоря Глушкова хотел бы предложить Андрея Устинова но тоже ни рыба ни мясо никогда не сделает ни замечания никому ни за порядком не смотрит какие же вы тут собрались неживые выговариваю вам уже в который раз и ни проку ни толку только со своими свиньями целуетесь и что был отчет по проделанной работе наш лагеристан дает отчет каждый год хотя с нас никто не требует этого за это лето проделали сорок одну работу начали делать два сарая и за 10 дней сделали на 60 метров квадратных а всего-то у нас три человека сколько деревьев выкорщивали ибо место это среди парка среди сорных зарослей деревьев не превращайте церковь в скотомогильник не превращайтесь в паралитика выговорил вам для пользы ли? и видимо тут пленка была оторвана длинная игорь да и так дальше уже неизвестно это я говорю в присутствии прямо им в лицо и какая польза полное обновление благодарение Богу за все там по годам можно узнать я когда называю сколько лет там был ну это было лет 15 назад или 17 ну это было 16 16 17 16 17 17 18 17 17 18 18 Спасибо.